Тихоныч, молитесь. Боже, под милостью ко мне грешному. И помилуй. Достойно есть всякого истину, блажительке Богородицу, пресноблаженную и пренепорощенную, и Матерь Бога нашего, счастнейшую хирургим и славнейшую воистину, Серафим, без истления Бога, Слова, Рожищу и Сущую, Богородицу Тя, величая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Воскреси измертвы. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причисти Твоя Матери и силы щаснага, живутворящего Креста. Святых ангелов наших, хранителей всех ради святых. Помилуй и спаси нас, яко благо и сей человека любит самим. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи и помилуй меня. Бесчиславе ты грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очи себе грешного, яко не кори же благое сотворив пред Тобою. Но избавим от лукавы, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверг за уста мои, достойно восполю имя Твое, Святой Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешите ли души истины, и же везде сырь, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися вны, и очи стены от всяких скверных, и спаси блажь и души наши. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети сели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, Иже, если на небесе, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам здесь, и остави нам долги наши, як же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, и во Твое есть Царство с силой и славой во веки. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Внезапно Судья приедет, и ко Его же деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Божий Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, я ко многерая Твоя благость и благотерпение не прогневался на меня ленивый и грешный, Он не поубил меня с беззакониями моими. Но щадоколюбцов, если обычно, и в нечаяния лежащего воздвиг мне и си, Моя же утренять и славословить и державу Твою, имени Владыка, Просвети мои очи мысленные, отверзли мои уста, поущайтесь со всем Твоим, И разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя об исповедании сердечным, И воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и вовеки веков, аминь. Придите, поклонимся Царю и нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу, Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. Семьдесят четвертый Псалом Славим Тебя, Боже, славим, ибо близкое имя Твое возвещает чудеса Твои. Когда я изберу время, я произведу суд по правде. Калибрится земля, и все живущие на ней, я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим, не безумствуйте, и нещетивым, не поднимайте рога, не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоко война, ибо ни от Востока, и ни от Запада, и ни от пустыни возвышения. Но Бог есть Судья, одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней полное смешение, и он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечтивы земли. А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога и Яковлева. Все роги нечтивых сломлю, и вознесутся роги праведника. 75-й псалм. Бедом Иудея Бога, у Израиля велико имя его, и было в Салиме жилище его, и пребывание его на сегодня. Там сокрушен стрелы лука, щит и меч и брань. Ты славен, могущественней гор хищнических. Гребки сердцем стали добычей, уснулись сном своим, и не нашли всем уже силы рук своих. От прещения твоего, Божия Яковлева, вздремали и колесницы, и конь. Ты страшен, и кто устоит лицом твоим во время гнева твоего? С небес ты возвестил суд, земля обоялась и утихла. Когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных землей. И гнев человеческий обратится во славу тебе, а сад от гнева ты укрытишь. Делайте и воздавайте обет Господу Богу вашему, те, которые вокруг него, да принесут дары страшному. Он, укращая дух низей, он страшен для царей земных. 76-й псалом. Глаз мой к Богу, и я буду вызывать. Глаз мой к Богу, и Он услышит меня. День скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминая о Боге, трепещу. Помышляю и изнемогая дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни моим ночи. Беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь? И не будет более благоволить. Неужели навсегда пристала милость Его? И пресекло слово Его в рот и рот. Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты Свои? И сказал я. Вот мое горе. Изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа. Буду вспоминать о чудесах Твоих древних. Буду вникать во все дела Твои. Размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий древеса. Ты явил могущество Своя среди народов. Ты избавил мышцы народ Твой, сынов Якова и Иосифа. Видели Тебя, Боже, воды. Видели Тебя, воды, и убоялись. И вострепетали бездной. Облака изливали воды. Тучи издавали гром. И стрелы Твои летали. Глаз грома Твоего в круге небесном. Молнии освещали вселенную. Земля содрогалась и тряслась. Путь Твой в море. И стезя Твоя в водах великих. И следы Твои неведомы. Как стадо вел Ты народ Твой рукой Моисея и Орона. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пристной. Во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пристной. Во веки веков. Аминь. Много милостив и всемилостив Бог мой. Боже мой. Господи Иисус Христос, по великой любви Ты сошел и воплотився, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебя, спаси меня по благодати. Ведь если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долгом. Истинно так. Богатое сострадание и неизречено в милости. Ибо Ты сказал, о Христос мой. Верующий меня будет жить и не увидеть смерти во веки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежды, то вот я верую. Спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Согниться же мне вера вместо дел, Боже мой, и не найдешься никакие дела правдущих меня. Но вместо всех дел, да будь довольна вера моей. Пусть она отвечает. Пусть она оправдает меня. Пусть она соделает меня участником славы Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана. И да не похвалится тем, кто оттвердит мне Твоей Слово Божие, руки и защиты. Но хочу ли, или не хочу, спаси меня, Христос Спаситель мой. Скорей приди ко мне на помощь. Поспеши, я погибаю. Ты, Бог мой, очрев Матери Моей. Подоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил не до тот самый грех. И вновь послужить Тебе без ленности, как я прежде работал на сатану Больстителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господи Богу моему и Иисусу Христу, во все дни жизни моей, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь нам внести мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного. И не отступи от меня за невыдержанность мою. Не дай возможности взломать демона, починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, Святого Ангел Божий, Хранитель и Покровитель бедному души и телу, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем-то грешил прошедшую ночь, зачти меня настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не принять Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и садил меня рабом, достойно Своей милости. Аминь. Аминь. Святая Ладыщица, Моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего. Умение, заввение, неразумие, нерадение, бесескверное, лукавое и хуйное помышление от несчастного моего сердца и от помрошенного ума моего. И погаси пламя страстей моих, ибо я нищ и слаб. И избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи меня от всякого злого воздействия, ибо Ты благосостоянный от всех родов, и Твое пречесное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатия, Владимир, Надежда, Любовь, ибо мы усердно к Вам прибегаем в скором помощникам, о молитвенникам, о душах. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобою. Благословен Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, якороделающий Христа спасся, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила Чеснага, животворящего Креста Господи, не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победа на сопротивные дары Твои, сохраняй крестом, Твоим жительством. Спаси, Господи, помил от самого духовного родителя и сродника, благодетеля, митрополита Марка, Николая, епископа Агапангела, Тихона, Антония, священная Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима, Зосима, Максима, Владимира, Андрея, и Глебу не дай погибнуть, диаконав Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита, Сергия, патриарха Кирилла, Франциска, Корнира, Александра, Диодора, митрополита Тихона и Лариона и весь священничий, скинощий скищин и высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дающим священника, рожденного свыше благовестника, место для занятий. Смири власть и воинство их, наведи страху на них, и через них сотвори благое церкви твоей, умудрее их издавать и исполнять добрые законы, дабы дали достойно жить людям, что было еще уделять нуждающимся, преобразуя сердца в духовное, коснись Владимира, Михаила, Зазетла, Рамзана, Владимира, Александра, Дагена и Амана, и даруй мир Израилу, России, Украине, Сирии, Карабаху, Казахстану, Канаде, где смуты и мятежи, и смытья на Алексея украти, и все их сообщество развеет, и покажи им ту бездну, куда они сталкивают людей. Слава тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить умножить все наши таланты, дарованные тобою, и для всего пощинам добрых помощников, наставников, советников. Да будет благословен этот день, которого никогда не было во Вселенной, и мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем. Мужчина, с во всем доверяйся тебе. Верующих в тебя, рожденных свыше, поступающих по заповедям, ты назвал святыми избранными. Помоги оправдать эти чудные названия. Слава тебе, Господи, и за тихую мирную ночь. Господи, сохрани и защити наши жилища и селения от пожара, воров, нечистой силы и благослови живущих там, Андрея, Игоря, Игоря, Владимира, Дайблера, благослови Людмилу, Владимира, Любовь, Алексея, Иосифа и пришедобрые жители с детьми, любящими, знающими уставы твои. И сей день сохрани на всех всего рода зла и греха, наполнился наше сердце благодарением тебе за все, что есть у нас. Слава тебе, Христе Боже наш, слава тебе. Я от тяжкого ненуга пьянствую и бою Павла, Михаила, Андрея, Владимира. Найди потерянного Александра, укажи где он, Господи. Блуждающих Алексея, Сергея, останови, да бы не обманывай себя и людей. Слава тебе, Христе Боже наш, найди все наше родство, Игорь, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марину, Татьяну, и благослови путешествующих, Раису, Льва, Виктора, Александра. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Посети болящих, дай силу безропотно перенести страдания и посним исцеление Кирилла, Алексея, Сергея, Антония, Надежда, Людмилу, Ольгу, Геннадию, Маргариту, Людмилу, Татьяну. Благодарю тебя, Господи, за милости твои. Посети враждующих против нас и закрой их лживые уста. И то, что изрегает нечистая сила, да поглотить земля, но не дети твои прикоснутся к ним. И в судный день не помяни их безумие, ибо не знают, что делают. Не зная Бога. Благосты и благодетели наших воздаем добром всей жизни и будущей. Елену, Елену, Людмилу. Обрати Евгения, Наталью, Надежду, Евгений, Владимир, помоги нам издать Бога Завета с благованием Блаженного и Владимиром. Пошли все необходимое для сего. Благодарю тебя за друзей и за врагов. За здоровье и за болезни. По твоему благоволению все это может оказаться спасителем для нашей души и полезным на каждый день. Слава тебе, Боже наш! Воздаем милость всем, кто строил эти жилища и храмы, где мы находимся, находя такой уют, спасение от непогоды, от всего, что мешает поистине служить тебе. Воздаем добром. Упокою Господи в обителях небесных усопших отец и братья наших родителей, родников, благодетелей всех православных христиан и понять человека на земле, который желание согрешил бы. Прости им всякое согрешение и вольное, и вольное. Душа в нашем полезное сотвори. Господи, сохрани наши сокровища в интернете. Их администрацию благослови расположить нам и благослови трудящихся на этом поприще Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктория, Вячеслава, Владислава, Романа, Николая, Алексея, Гавриила. Обрати, Господи, к истине Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Валентина, Никиту, Андрея, Марию. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебя, наш Бог и Его, Абва, Отче. Свят, свят, свят Господь Савово, вся земля полна славы и Валилуи. Слава, Высший Богу, на земле мир в человеках благоволения. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за тот день, который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны церкви как на истину. И вечности воздай благословение в милости всем, кто трудился над моей душой и возрастаем и в Тебе. Мария, Степана, Александра, Михаила и Анна. Аллилуйя. И святая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, Спаси нас молитвами Твоими и ходатайством перед Богом. И покроем опору в любви от всего, что не славит Господа, что препятствует поищем и служить Тебе, Господи. Благослови, Господи, всех, кто помогал нам совершить миссионерские путешествия и посеянные номера, даст обильные, добрые, спасительные плоды. Ну, это Саввиктор Николая Павла, Зинаида Владимира, Дмитрия, Надежда, Людмилу, Сергея, Наума, Валентину, Самири. Самири, Тимуру, Русику, дай истинную Христову веру, дабы не верили же пророкам. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Ангел Христов, Хранитель мой Святой, Моли Бога о мне грешном. Благодарю Тебя, мой добрый ангел, сколько лет ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Не покинев смертный сейчас, когда душа будет разлучаться от тела и провели душу и помытарством страшным и непонятным и введя на веки вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Господи, благослови Виталия и Никиту, дай им желание трудиться в поте лица. Господи, благослови взятых в армию за фронт Никиту, Александра, Максима, Иоанна, Георгия. Не допусти, чтобы они стали убийцами и возлати их в мире неповреденными. Дай им истинное духовное рождение, чтобы они там были светильниками, сияющими в темном месте. Посетить страдающих в тюрьмах, лагерях, психиатрических темницах, детей твоих. Дай им свободу, Сергея и Илью. И неведомых нам страдающих, пытаемых и убиваемых. Укрепи, дабы никто не отрекся от Тебя, Христе Боже, нас. Аллилуйя. Иоанн, креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Научи на Господи житель бедность, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не заделывать, быть во всем экономном. И каждому даруй доброе жилье Сергею Гавриеву. Ибо, застави Михаила и Елену, Роману, Романа и Катерину. Приготовь их жилища к жизни. И чтобы они могли принимать туба детей твоих и вместе прославлять тебя в этих жилищах. Слава тебе! Аллилуйя! Святитель Христов Никола, Мерликийский чудотворец, образ кротости, воздержания, добрый архипастор, моли Бога о нас. Да благословит нас, Господь, и живность нашу, облегчающую наше бытие на этой бедоле печали земле. Молите Бога о нас, святые пророки Божий Илья, Елисея, Инох, Моисея, Самуила, Аарон, Иоавель, Ноя и Осип, Патриархи, Езрвиеми, Амос, Наум, Исайя, Иеремия, Варуха, Захи, Иося и Аиль, Агей, Сафонин, Захарий, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отроки, пророк Мехея, Врам и Сахи, Иахов. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свой, истинной веры и сосудами полными или добрых дел саделых в духе святом и с любовью. Аллилуйя! Болите Бога, она святая, ангела и архангела, хирургимы и серафимы, всенебесные силы престола Божия предстоящей, святые апостолы, Пётр и Павел, евангелисты, Матфея и Марк, Лука и Иоанн. Да, дарует Господь, нам жажду исследовать священное писание. Но через них мы думаем на жизнь вечную, а они свидетельствуют о тебе. Болите Бога, она святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликавр, Сминский усимпилософ, Космай, Дамиан, Андрей, Стратилат и Иерон Мущеник, Климент Римский, Климент Анкильский, Анкильник Аминский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, Царь Николаевский, Твое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертание зверя, антихриста на щело или правую руку. Господи, устрашив правителей земли и священства, обманывающие людей, что будто бы от предсказанных с тобой казней можно избавиться какими-то сообществами, изобретениями, медициной. Все это дьявольская ложь. Твои причистые уста произнесли, что будут глады моры, землетрясения, войны. И восстанет брат на брата, народ на народ, и царство на царство. Будет бедствия, каких никогда не было. Ты сказал, что всему надлежит быть. И оно непременно будет. И все это по любви Твоей, чтобы привести людей к признанию Тебя как Творца. Чтобы после смерти люди были с Тобою, а не в вечном мучении в аду. Ибо покаяния за гробом нет. Молите Бога на святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Глатаус, Апанасия Великий, Прямсиирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий Иов, Сергей Радонский, Степан Пермский, Серапин Саровский, Антабольский, Антранштадтский, 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 Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, Иероним, Стридонский, и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Да сохрани, ты укрепит нас Господь в святой православной вере, а замысли и ретиков, сектантов, разрушу, развеи, ничто преврати. Молите Бога о нас, святые жены и девы, пекла первомущеница, патиноса, маренина, феврония, вера, надежда, любой, мать Арсатия, Наталья, и Адриан, Варвара, Екатерина, Перпитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Виттская, Крискила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна и Устина. Да дарует Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие, истерливость и сохрани их от всяческого поругания. И насилие. Избавь непокоримость Галины, семейства ее, Евгения, Надежда, Людмила, Виктория и Иоанна. И прими, Господи, наши молитвы воздеяния рук, как жертву вечерней, благуха, неприятная перед престолом благодати Твоей, Господи. Соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты Творец, сотворивший этот мир видимый и невидимый, и соблюдающий его от уничтожения, как здесь Дитель, Ты Бог, знающий все прежде бытия. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Твоей. Прими, исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Ио не заповедавших просим, отверзим двери покаяния, и нас помилуй, милости Твоя ради, между нами да будет всегда мир, любовь и согласие по слову Твоему. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Мир всем и доброе утро всем. Вы знаете, наверное, что у нас после утреннего правила считается новый завет с толкованием блаженного хатилакта. И это радостное послушание взяли на себя наши сестры. Вот, Катерина Валентина Сергеевна и Симоненко Ольга Николаевна. Итак, сестры, дорогие, ваше время. Господи, Иисусе Христе, отвезли уши, о честьяца моего, чтобы имел слышать Твои слова и понять их и исполнить волю Твою. Послание к Ефесянам апостола Павла, 4 глава, 17 стих. Посему я говорю и заклинаю Господа, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, толкования блаженного хатилакта. Учителю свойственно не только увещевать, но и устрашать, показывая, что сам Бог предстоит своим ученикам, как это и делает здесь Павел. Заклинаю вас Господа, то есть привожу в свидетели Господа, что я не скрыл от вас, что следовало сказать, и не сказал, не живите так, как вы живете, чтобы не уязвить их, но, как поступают прочие народы, примером других, вразумляя их. По суетности же ума поступали, потому что служили идолам, были рабами страстей и предавались суете мира. А то, что называется суетой, потому так называется, что мы пользуемся им суетно. Ибо не по своей природе оно суетно, так как все создано хорошо весьма. 18 стих. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их. Толкование. Хотя и сиял свет Богопознания и чистой жизни, но они омрачили себя, обессилив душевное зрение мглой страстей и житейских попечений. Да, великий и неудобопроходимый поток представляют страсти и мирские заботы, помрачающие разум. Посему живущие так и отчуждены от жизни Божьей, то есть от жизни по Богу. Потому что жизнь разумная состоит в том, чтобы уразумевать истину, а слепой по отношению к ней в подлинном смысле и не живет, так как истина есть сущность и свет разума. Итак, если они находятся в неведении, за что же ты их винишь? Неследующего должно научить, а не обвинять. Но это неведение говорит, произошло в них вследствие ожесточения, то есть бесчувственности, а бесчувственность вследствие наклонности их к нечистой жизни. Так что они достойны обвинения. Да послушай, что и дальше следует. Девятнадцатый стиль. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Толкование. Не видишь ли, что по доброй воле они сделались столь бесчувственными, дойдя до бесчувствия, то есть совсем разленивший, не желая делать ничего доброго, дойдя до полной бесчувственности и как бы обезумев, предались распутству. Для чего же? Чтобы совершать нечистоту, потому что ее нечистоту поставили себе занятием и беспрестанным делом, и не один вид ее, но всякую. Как же после этого могли они не потерять чувствительности, предавшись всякого рода нечистоте? Ибо нечистая жизнь есть причина и лукавого учения, и приводит к непониманию всего хорошего. Поэтому, когда в другом месте услышишь, что Бог предал превратному уму, римлянам 1.28, помни и эти слова, и сопоставляя то и другое, разумеет, что Бог называется предающим тех, которые сами себя предают, то есть попустил и оставил их, так как они сами сделали себя достойными того. И даже выражением с ненасытимостью указывает на добровольную в них бесчувственность. Ибо, говорит, им можно было и деньгами, и удовольствиями пользоваться умеренно, а они, предавшись неумеренности, во всем огрубели и стали бесчувственными ко всему доброму. С 20 по 22 стих. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе отложить прежний образ жизни Ветхого Завета, Ветхого Человека и сливающего в обольстительных похотях. Толкование Блаженного Афиофилакта «В таком-то положении находятся язычники, но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, то есть после того, как познали Христа. И не сомневаясь, но вполне уверенно говорит так, ибо в том и состоит познание Христа, чтобы жить добратительно, равно как и художивущий не знают Христа. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Титу 1,16. Слова же, так как истина в Иисусе, понимай так, не как язычники ходят, так бы и вам в том же оставаться. Ибо не суета – дело Христово, но истина – учение и жизнь. Грех есть ложь, так как лишен существенности и не имеет цели. Добратитель же – истина, так как устойчива и имеет цель. Чему же вы научились, в чем состоит Христова истина? В том, что вы отложили ветхого человека, то есть обычаи прежней жизни и жизнь ветхую и повинную греху. Двояко это можешь понимать, или как похоть и тлеют, так и сам человек, то есть рассудок расслевает. Каким же образом похоть и тлеют? От болезней и старости увядает красота. И крепость точно так же, и вообще все наконец разрушается смертью. Ибо в тот день, говорит Давид, исчезают все помышления его. Псалом 145, 4. Или же в похотях сказано место от похотей, так как от них расслевается ваш ветхий человек, как хлопчатая бумага и железо, от чего рождаются, от того и гибнут. Ибо и любовь к славе губит, что касается души всегда, набывает иногда и телесно, и удовольствие тоже. Прекрасно же назвал и обольщением наслаждение, происходящее от них. Ибо все это есть подлог и обман, потому что удовольствием только представляется, а в сущности есть горечь. Обольщение в том и состоит казаться одним и быть другим. Двадцать третий стиль. А обновиться духом ума вашего. Толкование. Чтобы кто-нибудь не подумал, что в воде другого человека, он говорит, обновиться, то есть само обветшавшее, обнови и сделай другим. Так что предмет один и тот же, перемена же только в характере и мысли. Каким же образом могло бы произойти это обновление? Через святаго духа, который поселяется в нашем уме, потому что дух не терпит ветхих деяний. Сказанное такое имеет смысл. Обновляйтесь духовным обновлением в уме вашем, а не телесным и в теле происходящем. Двадцать четвертый стиль. И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины, в толковании. Видишь ли, предмет один, который вовлекает себя, себя и облекается. Но одежды различны, именно порог и добродетель. Ибо как легко раздеться и одеться, так же легкий порог и добродетель. Если пожелаем, почему же представляет порог и добродетель под образом человека? Потому что делами характеризуется человек, и они не менее естества показывают человека, добр ли он или злой. Итак, новый человек – это обновленный крещением, который должен быть и крепким, и не имеющим повреждения, и здоровым, ибо все это свойственно молодости. Этот человек, говорит, создан не по похоти, а по Богу, то есть от Бога то создание, которое ему благоугодно. Вкупили не от воды и земли, но в праведности и святости, ибо в том сущность такового человека. Правда, вообще добродетель, как обыкновенно мы и называем праведным человеком безупречного. И Господь, говоря, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, Матфея 5,20, разумеет здесь всякую добродетель. Святость же есть чистота и исполнение всего должного, как, например, по отношению к умершим, мы говорим, когда кто по отношению к ним исполнил должное. Я отдел, отдел, отделался, все совершил. Но так как в Ветхом Завете говорилось о правде, то он говорит, что она была образом сей праведности. Я же говорю тебе о правде, истине и Евангелии. Или в противоположность наружной и лицемерной правде он указал на правду истинную. Хотя сей человек и создан в крещении, в правде и преподобии, но ему и теперь следует обликаться ими через жизнь и дела. И когда ты слышишь, что должно облечься, то уже помышляй, что никогда не следует разоблачаться. Как и сказано, обличется проклятием, как ризой. Псалом 108,18. И ты одеваешься светом, как ризой. Псалом 103,2. И мы имеем обыкновение говорить, такой-то надел на себя личину такого-то. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божь, славесами Божественного Евангелия Твоего, излей благодать Твое сердце мое к оистреблению страстей и грехов моих и даруй мне силу к исправлению. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Спаси Христос, Сына. Слава Христу. Слава Христу.